привет всем хорошим людям слава украине же и беларусь друзья хочу с вами немножко обсудить что же лепетал самый главный преступник планеты пуй на валдайском форуме покажу в дайте пропагандоны сразу на перегонки не знаю еще что он скажет а думают что он скажет я царь император сия руси на перегонки два дня подряд уничтожали в ноль украину я вам хочу показать кроме пу я самая главная тема будет это высшая школа экономики москвы в российской федерации московье неважно чтобы вы понимали какие там руководители что они преподают детям студентам что они им рассказывают что они им вбивают в голову давайте начнем с этого урода я не улыбаюсь потому что знаете вы привыкли что я вам делаю на все такие большие выступления речи что куришу какие-то обзоры рассказываю полгода назад я вам первый раз сказал я не смог досмотреть мне уже от него выворачивает сегодня впервые не смог досмотреть пулях выворачиваю до такой степени это очень сложно передать особенно он опять рассказывает это не мы это нас заставили это все не мы вы сами себе придумали в это время купянском районе харьковской области в поселок гроза где собралась огромная часть жители деревни у них были поминки сидели в кафе туда прилетел искандер на сейчас уже 50 человек погибло в интернете вы увидите там ужасные фотографии эти старики каждый седьмой житель села погиб в это время выходит это вот так сна физиономия и рассказывает это все не мы это она заставили этом удивило две вещи это то что он впервые начал рассказывать мы ни на какие территории больше не претендуем нам больше ничего не надо вы посмотрите сука ёбаная тварь он простите у нас еще дальний восток осваивать у нас еще сибирь осваивать мы ничего больше не хотим мы пойдите на какой-то компромисс мы уже но я добавлю до себя достаточно на жалестер сидим в обороне и пусть весь мир примет новые реальности что вот я захотел я пошел захватил часть территорий и теперь буду перерабатывать свое мясо в таких количествах чтоб только вот я захватил и после того как он произнес вот эту фразу я плотник четвертого разряда знаю как он настроить не беспокойтесь и этот плотник четвертого разряда я уже выключил все мне белорусы присылают посмотри как этот урод спалился ему японцы задают какой-то вопрос что с восемнадцатого года там что-то произволь происходит а с 22 года вообще прекратилось все говорит япония выше дятлы выше не знаете что мы вернем с украины не с 22 года кащи тырнется я догон на эмоциях всему миру сказал что путин напал на украину не в двадцать втором как пол мира думаю в 14 и сам спалился после этого кроме вот такой картинки ничего другого ожидать не хоть уважаемые телезрители в связи с вооруженной осадой телекомпании останкины мы вынуждены прервать эфир ну и в принципе надо ждать эту картинку повторение только знаете чтоб уже красочная передача телевизионной картинки было лучше у ведущего чтоб сидел соловей мы прекращаем свои эфиры штурмуют нас теперь давайте главной теме что я хотел вам показать высшая школа экономики кто вчера не смотрел ролик как козырёнок мочит россию обязательно посмотрите потому что там касалась и следующего персонажа у меня с ним давние взаимоотношения он обещал закрыть мой youtube канал закрыть мой телеграм вообще разогнать это цветочник пожаловаться как он там у нас в чате писала не помню короче свои пропаганда нам и чтобы сделали все чтобы не было не youtube канала не телеграм-канал и я в принципе про него забыл если вчера озаренок мне не напомнил и тут мне люди сбрасывают он приходит на за каналы и рассказывает что они сейчас преподают студентам чему у них учат и как растят молодое поколение но кроме того что там озаренок показал кадры где у них студенты там все мальчики целуются при посвящении студентов и понятно какие выводы об этом декане сделали высшей школы экономики ну тут смысл чем живут умы российской федерации но давайте вот что друзья мои но давайте доводить дело до конца если мы бомбим портовой инфраструктуры разбивать его надо если мы прошлый год бомбили электростанции начнут их разбивать эти электростанции ну что ж мы не доделываем что-то прекращаем как будто вот волшебной палочки знаете суздальцев вша из вши это крайне тяжелое настроение и в обществе и так далее то есть мы воюем или не воюем вот спрашивают люди зима идет все нормально происходит и далее мощности колоссальные на украине энергетически потому что страна то не работает экономика и встает значит все идет на домохозяйстве все нормально деньги идут запада ну в чем проблема то вот вот один пришел это вышел из черноморска бывшего личерского форта сухогруз зерном ушел тихонечко приплыли два пряча стиле тайных водах болгарии и румынии загрузили ушли сейчас уже там 5 их так сказать ну мы это все смотрим так вот а что то объявляли что вот не пустим вот эти вещи самые разочаровывающие понимаете они страшнее потерь на фронте как на электрогриле он ворочается изрыгая миазмы лупоглазая чудовище мужеложник тут я все-таки вставил высказывание о нем а заренка просто знаете очень редко очень редко наверно один раз на миллион я могу согласиться с пропаганда на луки но дальше знаете вот это преподают студентов бомбить стирать уничтожать людей без света оставлять уже говорит предприятия не работают экономика стоит электричество потребляют только обычные люди гражданское население давайте все уничтожим чтобы они остались без ничего я же высшей школе математиковой экономики всем преподаю должны все мучиться должны все вокруг и умирать дальше я хочу следующего урода показать который рассказывает как правильно обучать детей надо рассказывать что стран которые рядом их не существует тогда вырастет новое поколение им легче будет завоевывать и не будет таких вопросов как с украиной просто надо рассказывать с детства что это выдуманные страны и нет никакой эстонии то сказать и латвии никакой нету нету их вообще это выдуманные это ска территории выдуманные вот так и надо так и надо преподавать вот если вы хотите чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос зачем мы на украине надо с детства преподавать что нет никаких эстонии и латвии их просто не существует это историческое недоразумение, чтобы дети выросли с этой мыслью в голове. И тогда у вас будет поколение, которое в случае чего сможет возвращать свои исторические территории. А когда вы вырастили поколение, которому внушили, что Украина это такое себе государство, они не будут спрашивать у вас, а зачем это мы на Украине сейчас? Поняли, друзья? Следующее видео я вам хочу показать. Это то, что касается Симонян. Уже все обсудили, что она мечтает взорвать бомбу над территорией Российской Федерации, чтобы все стали жить в мире опять без электроники, без ничего. Ей там кто-то рассказал. Но я немножко подам в другой форме, так, чтобы это легче воспринималось, как она хочет взорвать Россию. Я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли, ядреную бомбочку на свою территорию кинуть, чтобы по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем какие мы, красавчики, психически больные. Если произвести сотни километров на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв. Ну вы поняли, друзья, что хотела сказать Симонян. Бомбочка над территорией Российской Федерации. Мы все выживем, зато ни у кого не будет работать электроника на планете Земля. И мы вернемся в счастливые девяностые годы, когда дети не будут сидеть возле гаджетов, и все будет прекрасно, мы будем ходить радиационным улицам Сибири. Зато планшеты не нужны. И сотовая связь. Зачем она нужна? Знаете, я вот, пусть меня простит один белорусский блогер, я его забываю. Постоянно имя. Он очень четко на протяжении года показывает все раболепие одной такой прослойки, на которой очень сильно держится диктатура. Кроме силы власти автоматов, она имитирует же постоянно выборы. Понятно, что она их рисует. Но у нее есть прослойка, так называемые учителя, которые за нищенскую зарплату, но всегда готовы быть покорными царю, потому что я что-то царь, а я тут глава избиркома. Они делают все, что им не скажут сверху. Так вот, этот белорусский блогер, вечно сбрасывает им какие-то письма от партии Единая Россия, надо сделать то-то, то-то, и там какие-то удивительные вещи им надо сделать, условно, чуть ли не на карачках, ползать, по коридору кричать Путин великий, они это делают. И вот он на прошлой неделе разослав им письма, говорит, у Владимира Пуя день рождения, школа должна его поздравить, вся дружна со школьниками, выстроиться в коридорах, рассказать стишок поздравительный и показать портрет. Я вам покажу 10 секунд, чтобы... уважаемый Владимир Владимирович, коллектив и учащийся Корцовской основной общеобразовательной... Друзья, чтобы вы понимали, все школы, все ученики, все учителя, все вышли с портретами Бандеры поздравить Пуя с днем рождения. Понимаете, насколько надо быть тупыми, насколько надо бояться даже слово политическая партия единая в России, единая в России, партия жуликов и партия воров. Фантастика. Ладно, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok